МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соответствии с порядком отобрано 100 кандидатур ребят. Одаренные дети из многодетных семей получат стипендии. Какие еще темы обсудили на заседании правительства Севастополя? Разработка была представлена в апреле на Всероссийском форуме у нас в Краснодаре, где присутствовал Владимир Владимирович Путин. Больше трех сотен инновационных проектов в Севастополе открылся 14-й салон изобретений «Новое время». В Большом зале Балаклавского дворца культуры состоялась церемония вручения ежегодной премии «Общественное признание». Награда была учреждена Российским фондом мира и общественным движением «Доброволец». Ее получают заслуженные севастопольцы, которые внесли весомый вклад в развитие города. Кого наградили в этом году, расскажем в сюжете. Впервые премию вручали в 2017-м. Ее лауреатом стал скульптор Владимир Суханов. В этом году награду получает заслуженный тренер Анатолий Подольский. Он уже больше полувека воспитывает волейболистов. Анатолию Ивановичу уже 81, но он до сих пор продолжает преподавать. Гордость тренера – один из его учеников Дмитрий Фомин. Чемпион мира, Европы, Советского Союза, участник Олимпийских игр, обладатель титула «Лучший игрок мира по волейболу». Вся гордость заключается в учениках. Вся гордость заключается в учениках. Почему в учениках? А потому что, если они не пропускают, если они с любовью относятся к тем занятиям по волейболу, которые есть, это достояние тренера и радость тренера, и увлеченность еще больше, чтобы сделать еще что-то лучшее. Премию «Общественное признание» ежегодно получает только один человек. Кандидатуру рассматривает специальная комиссия. В торжественной атмосфере лауреату вручают статуэтку, а также сертификат на 50 тысяч рублей. В этот вечер грамотами и подарками отметили еще несколько десятков человек. Учителей, врачей, журналистов, волонтеров и всех, кто помогает Севастополю развиваться, совершает добрые дела и занимается благотворительностью. Та работа, которая делается, невероятно важна. И самое главное, что она делается от чистого сердца. То есть самыми благими намерениями, честными, добрыми, в благодарность тому труду, тому времени, который многие из вас провели в этом городе и очень много-много всего сделали. Поэтому еще раз повторюсь, спасибо за работу. Дай бог дальше так двигаться. Но от имени правительства будем поддерживать, помогать. Один из учредителей премии – общественное движение «Доброволец». В организации более 8 тысяч человек. Она объединяет активистов, которые стремятся помогать людям. Общественное движение работает по разным направлениям. Спортивное, медицинское, торговое. Открывают и социальные парикмахерские, и продуктовые пункты. Если мы сможем объединиться, если мы сможем какую-то структуру создать, то мы сможем решать гораздо больше и больше сможем помогать, отдавать. Эта структура, вот тогда и появилась идея создания общественного движения «Доброволец». Доброволец – это добрая воля. Это те люди, кого никто никого не заставляет. Человек хочет помочь, у него есть желание, ему надо реализовать свое желание. Премия «Общественное признание» как стимул для севастопольцев делать добрые дела, трудиться на благо города и страны. Организаторы уверены, можно добиться больших результатов, если каждый человек будет добросовестно выполнять свою работу и стремиться помогать людям. Именно благодаря неравнодушным жителям запускаются социальные проекты и волонтерские программы. Оксана Колесникова, Елена Корнаухова, Александр Тарасенко, информационный канал «Севастополя». Награды и признания может получить и севастопольская молодежь. В этом году выделят 3 миллиона рублей на предоставление грантов молодым талантам на лучшие научные проекты фундаментальных исследований. Такое постановление приняли на заседании правительства. Какие еще темы обсуждали в следующем сюжете? Для поддержки талантливой молодежи правительство Севастополя и Российский фонд фундаментальных исследований заключили соглашение. В соответствии с документом авторы лучших проектов могут получить гранты. Исследования молодые таланты проводят под руководством ведущих российских ученых. Выделение средств будет осуществляться на паритетных условиях. 50% это средства РФФИ, 50% средства бюджета города Севастополя. Фонд предлагает в 2018 году реализовать программу адресной поддержки талантовой молодежи от школьника до доктора наук в рамках конкурса «Наставник» совместно с правительством города Севастополя. Это первый проект среди всех субъектов Российской Федерации. А одаренным детям из многодетных семей будут выплачивать стипендии из городского бюджета. На заседании правительства приняли решение о выплате в период с сентября 2018 года по май 2019. Претенденты были рассмотрены на комиссии, созданной при правительстве. Было подано и представлено 152 кандидатуры стипендиатов. В соответствии с порядком отобрано 100 кандидатур ребят. В этом году в Севастополе планируют создать 20 приемных семей для пожилых людей и инвалидов. Людей, которые выразят желание и примут у себя граждан этих категорий, будут получать ежемесячно 4 тысячи. На заседании отметили, именно приемные семьи дают возможность пожилым людям и инвалидам вести привычный образ жизни и быть при этом социально защищенными. Указанная технология будет способствовать расширению выбора форм социального обслуживания, а также повышению комфортности, сохранению домашних условий проживания пожилых граждан и инвалидов. Почти 22 миллиона рублей выделят предприятию благоустройства города Севастополь на выполнение проектно-изыскательных работ по рекультивации полигона ТБО в Первомайской балке. Этот процесс будет включать полевые обследования, лабораторные анализы и картографирование. Кроме того, чуть более 15 миллионов рублей потратят на работу по сбору, удалению и вывозу отходов с территории Юхариной балки. Завершить процесс планируют уже до конца этой недели. Юлия Ефремова, Святослав Данилов, Илья Якушев. Информационный канал Севастополя. 60 учеников Севастопольской школы номер 22 стали юными инспекторами дорожного движения. Движение ЮИД организовали в Советском Союзе 45 лет назад. Сейчас оно популярно во всей России. Создание таких отрядов в школах помогает в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята участвуют в различных акциях госавтоинспекции. А к юбилейной дате со дня создания движения ЮИД в интернете запустили марафон с призывом «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты». Задача этих ребят сейчас самим изучать правила дорожного движения, соблюдать их, конечно, обязательно. И обучать этим правилам своих одноклассников, своих сверстников, друзей, родителей, сестер, братьев. Ну то есть задача юного инспектора движения – пропагандистская деятельность. То есть они должны нести знания правил дорожного движения в массы. В Севастополе открылся 14-й салон изобретений «Новое время». Он продлится три дня. На выставке представлены более трех сотен инновационных разработок и уникальных проектов международного уровня. Жюри предстоит выбрать самый экономически перспективный проект и оценить изобретения молодых инноваторов. Что же предлагает современная наука? Узнала Марина Кравцова. От передовых разработок военной промышленности до сельского хозяйства на форуме в Севастополе. Проекты из 20 регионов России и 28 стран мира. Ученые оборонного предприятия из Перми привезли изобретение непрофильное. Высокотехнологичную разработку в медицинской сфере. Углеродные композитные материалы, которые используют в ракетных двигателях, могут вернуть людям здоровье. На стенде представлены эндопротезы. Они значительно легче металлических аналогов. Не вызывают аллергии, не отторгаются организмом. Костная ткань, как таковая, она очень хорошо взаимодействует с углеродными материалами. Эти композиции при объединении. Получается так, что взаимное проникновение идет. Костная ткань и углеродные композиции. Зачастую потом эта костная ткань продолжает развиваться и расти. А углерод, наоборот, из гранизма уходит. И никаких последствий. Изобретение получило европейские сертификаты и пермские протезы. Используются уже не только в России, но и за рубежом. Ученые из Краснодарского края приехали с инновациями в аграрной сфере. Привезли проект новейшей сейлки. Благодаря специальной технологии прорастает почти 100% посаженных семян. Мелкие семенные культуры заключены в драже, в которых есть питательное вещество. И с помощью данной сейлки задача упрощается. С нами была просчитана экономическая эффективность. И результативность такая, что порядка 20% мы можем сэкономить при работе именно с такой сейлкой. Всего на 14-м международном салоне изобретений и новых технологий «Новое время» больше 340 разработок. Как отмечают организаторы форума, растет не только количество участников, но и качество проектов. Эти 340 с лишним разработок, они каждый по-своему уникальны, они каждая запатентованы. То есть в мире таких нету вот именно разработок. Но у них разная эффективность, если так можно, комплексная, разная эффективность, понимаете. И поэтому наша задача выявить ту, которая бы, ну будем говорить так, являлась прорывной с точки зрения внедрения в экономику. Салон в Севастополе еще и площадка встречи науки и бизнеса. Здесь изобретатели могут найти инвесторов, а в дальнейшем и поддержку для развития производства. Мы подходим к тому периоду, когда непосредственно надо создавать производство. И создавая это производство, мы должны закладывать именно инновационные подходы к этим проектам. Для этого, кстати, служит и проект создания индустриального парка города Севастополя. Так, в первую очередь, будет, конечно, приветствоваться именно высокотехнологичное производство, которое дадут наибольший эффект не только сегодня, но и завтра. И дадут толчок для развития смежных областей каких-то, по возможности, мультипликативный эффект. Изобретатели из Таиланда представили в Севастополе разработки для быта, обустройства дома и для людей с ограниченными возможностями здоровья. На форуме в Севастополе не только титулованные ученые, но и совсем молодые изобретатели. Во время салона проведут конкурс молодежных инновационных разработок. Форум продлится до 29 сентября. Тогда же и подведут итоги и назовут самый перспективный в экономическом плане проект. Марина Кравцова, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. Перейдем от науки к культуре. К открытию очередного творческого сезона готовится Культурно-информационный центр Севастополя. Он начнется 5 октября. В первый день на сцене пройдет большой концерт с вокальными и хореографическими номерами «Шаг в мир искусства». Открытие сезона – это большая культурная программа. В ней примут участие все творческие коллективы «Кидз». Всего здесь 53 формирования, а занимается 1300 человек. В этом году у нас целая программа, которая подготовлена. Это программа «Рассказ». Сейчас год кино, и мы подготовили специально из репертуара наших творческих коллективов. Мы выбрали именно те эпизоды наших солистов, наших ансамблей. Выбрали именно те произведения, которые связаны с миром кино. И объединили их в цельную программу, которая посвящена году кино. Перед открытием нового творческого сезона традиционно подвели и итоги работы. С начала года на сцене Культурного информационного центра по госзаданию провели 176 мероприятий. Их посетили больше 30 тысяч человек. Представили гостям и многочисленные награды, с которыми возвращаются коллективы «Кидз» с крымских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. А вечерние экскурсии впервые пройдут на обновленной территории музея-заповедника Херсонес-Таврический с 1 октября по 5 ноября. Посетители узнают историю древнего города, смогут посетить нижний храм Свято-Владимирского собора, а также посмотреть мультимедийное шоу. Напомним, ранее в музее установили световое оборудование, возвели специальные деревянные настилы и дорожки. Это сделало Херсонес доступным и комфортным для всех гостей. Перейдем к новостям спорта. В Севастополе продолжается третий этап всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты». В четверг младшие и старшие офицеры от командиров взводов до командующих армий соревновались в плаванье на 100 и 300 метров. В заплыве на короткой дистанции в третьей возрастной группе от 35 до 40 лет победил капитан первого ранга Белозор из войсковой части ВМФ Санкт-Петербурга. А во второй возрастной группе от 30 до 35 лет лучшим стал капитан третьего ранга Липаткин из войсковой части Москвы. В заплыве на 300 метров победу одержал капитан-лейтенант Домбровский. Он представляет военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова Санкт-Петербурга. Второе место занял капитан-лейтенант Беликов, защищающий честь училища имени Нахимова. Соревнования по плаванию проходили в бассейне филиала Нахимовского военно-морского училища. Еще один этап всеармейских соревнований – легкоатлетическая эстафета 4 по 400 метров. Здесь также первенствовали военнослужащие из северной столицы, представляющие военно-морскую академию. В пятницу участники всеармейских соревнований будут стрелять из пистолета Макарова, а также состязаться в силовых упражнениях и спортивной гимнастике. Завершатся командирские старты в субботу 29 сентября. И в завершении выпуска о погодных условиях мощный снегопад накрыл горные районы Румынии. Непогода на Трансильванском плато бушевала с 24 сентября. Местами слой снега достигал 10 сантиметров, а температура воздуха опустилась до минус 6. Метель парализовала движение на склонах южных Карпат. По информации синоптиков, в регионе потеплеет уже на выходных. А в Севастополе снега не прогнозируют. Сегодня в нашем городе малооблачно без осадков, температура воздуха днем плюс 20 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Ветер западный 5-10 метров в секунду. На этом у меня пока все. Подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54 и 51-12. Для вас работала Светлана Федодеева. Хорошего дня и до встречи в эфире. Продолжение следует...